До 30% дивизии на первом рубеже обороны составляли наши земляки. В феврале-марте 43-го было мобилизовано 180 тысяч курян. В первый день сражения погибло больше 30 тысяч советских бойцов. Из них не меньше 3 тысяч уроженцев курской земли. И только спустя 75 лет стало возможным разыскать без вести пропавших. На местах сражений работают поисковики. С 2010 года на северном фасе курской дюги проходит вахта памяти. За это время были подняты 560 бойцов Красной Армии, установленными на 60-ти, в том числе и по именным вещам. Некоторый отряд курган представил на выставке «Эхо далекой войны» в библиотеке Миниосеева. На ней также представлены книги, исследования, мемуары, по которым можно проследить за каждым часом самого масштабного сражения в мировой истории. В витрине представлен алюминиевый котелок, который буквально месяц назад был поднят возле села Теплого, в окопе, рядом с останками бойцов. На нем надпись мы читаем «Моисеев». Если откроем донесение о потерях 96-го Читинского полка, то мы увидим, что в составе полка был только один Моисеев, его звали Иван Семенович, и он погиб 17 марта 1943 года в Орловской области. А мы нашли его примерно в 50 километрах в стороне, и явно его потеряли уже в июле 1943 года. На самом деле предметы, оставшиеся от погибших солдат, переходили к их товарищам. И вот товарищ погибшего Ивана Семеновича пользовался этим котелком и потерял его уже 10 июля 1943 года. А фамилию в память о товарище стирать не стал. Он добавил только свои инициалы сзади, но по ним мы пока не можем его установить.